народ всем привет понедельник у нас начался с работы заезжаем такомовский порт терминал называется хаски берем 40-футовый контейнер и едем в сторону сиатл даже за сиатл северный сиатл шарлайн разгрузка у нас сегодня с праворуками машинами которые пришли буквально вот с японии эти выходные берем японские праворуки и тачки и гоним наваливаем вам всем приятных просмотров и погнали кто не видел праворуки машины покажу на моем канале имеют в жизни то я думаю вы их видели и будут потом по дороге рассказывать почему зачем как все вопросы которые вы уже задавали под давнишними видео до когда их возил очень много вопросов зачем машины такие старые заехал внутри порт контейнеров очень мало экраны не работают тракиваться на линии выстрелить никуда не едем не знаю что такое пока короче загрузка не происходит время 935 930 кран подъехал и все начало шумиха начали работать загружать контейнеров в порту очень мало то один кран работает на все ряды вот сзади краны просто стоят запаркованы ну я уже свой контейнер нашел он серенький стоит сверху флаг вот я вам в сад серий из него него но все мужчина и женщина спорта выскочил значит ехать нам час 15 до разгрузки петрович стоят с флотпэдами загружаться сейчас берем 5 фривей и на север даунтаун центр города проедем сиатл и там буквально я бы сказал на третий-четвертый выход проскакиваем лавс тракстаб дизель у нас 478 и вот такая вот пробочка ох ничего себе заправки все полные чтоб заправиться на дороге стоит линия так успеваем хотя бы под красный не под зеленый пришлось ехать ну да ладно разгоняемся заходим на фривей фривей это у нас магистраль был вопросик про магистраль да типа того в европе у вас только можно по правым на по правой полосе идти к грузовику левой только для обгона типа обогнал и опять вправо перестраивайся здесь такого нету здесь у нас есть вот опять полос мы можем в третий ехать сразу берем вторую так как первая полоса у нас выходы заходы постоянно тормозишь постоянно кого-то пропускаешь то лучше идти по второй а лучше даже идти по третий но впереди нас весовая нам все равно да будет вправую через а я иду по правой полосе там весовая прям на фривей на дороге как бы да она мне вешает ну и дает или байпас или мимо езжай или заезжай но мы все равно идем мимо но при этом надо все равно перестроить в правую полосу и с ними зачекиниться что я дядя Вова USA взвешился на фривей и погнал мимо и все они уже знают что дядя Вова по барабану о слева Славик ух ты нулячи нулячи кеша 900 Славик когда будем обзор делать на кешу народ требует значит про полосы мы поняли да самая левая да там сплошная видите белая полоса идет самую левую то это у нас карпул называется карпул это значит с пассажиром с одним пассажиром или больше то ты можешь там ехать иначе если там поедешь без пассажира тебя если полицейский увидит он тебя остановит до США если он тебя не увидел то всем по барабану я по ней тоже ездил сам лично один ну можно всегда нарваться на мента мента тоже вкусная рыба как я понял все впереди у нас вестовая я занимаю правую полосу или правую линию как правильнее будет полосу или линию занять не знаю точно но кофейка за это дерну а то кофеек остынет значит в субботу мне позвонил Ильяс Ильяс это все наверное уже знают мои старые подписчики не раз его показываю хозяина JTM праворуких машин ей говорит у меня контейнер есть на понедельник привезешь я говорю с удовольствием давай то Ильясу спасибо что подогнал работку значит там говорит Peugeot 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 что такое даже таких названий не знаю значит мы везем одну Peugeot и какой-то говорит уникальный о открыто весовая уникальный какой-то как это по вашему tow truck tow truck одному значит проезжай мимо другому заезжай этому проезжай мимо и нам значит о байпас дала красава зеленая лампочка в салоне зеленая лампочка на табле просто красавчики уважаю что в последнее время мне зеленую лампочку стали давать интересно девки прячут ах ты пошел на разгон а слева машина мешается давай давай субарик давай давай а то у нас тут на бугор и вот эта кляча одна аксельная одна озная ползет понимаешь о вспомнил авакуатор везем это уникальный авакуатор у которого вот эта площадка ложится прямо на пол я не знаю как это работает интересно было бы если бы Ильяс бы продемонстрировал нам там когда они его вытащат с кузова не с кузова а с контейнера он у нас кстати сейчас находится в контейнере пиджор и авакуатор и мне кажется маленькие еще эти машинки как всегда они как говорится как место есть остается то они их туда тулят одну на одну прикольная тема значит пошагали по вопросам я просто вспоминаю вопросы которые вы задавали вот это моя уже четвертая ход как ним и под тремя видео одни и те же вопросы есть ли спрос на такие старые машины японские праворуки в Америке вообще кому они нужны да ну смотрите контейнера идут буквально я не знаю один контейнер в месяц наверное приходит и машины продаются машины говорит не стоят на ладь приходят их покупают забирают так что спрос есть кто-то их покупает кому они нужны да ну давайте вперед скажем почему такие старые приходят чтобы праворукую машину привезти в Америку надо ей быть 25 лет и старше иначе ты сюда не завезешь таможня не разрешит то поэтому они такие все старые ей 25 лет или старше все поэтому новых праворуких мы не видим мы даже не знаем как они что они себя представляют а теперь возвращаемся к следующему вопросу кому не нужны такие старые здесь так фрейтланер ты давай не чуди за дорогой смотри надо за своей дорогой смотреть плюс еще за водителями которые ездят на фрейтланерах и на вольвах то влево ел то вправо ел непонятно что а кофеек хороший хороший кофеек значит во первых все понимают все нормальные адекватные люди что японские машины 90-х годов 80-х 90-х начало может быть 2000-х годов да это делались качественные машины quality quality это у нас качество понимаете вот мне сейчас Ильяс написал написал не спеши а как не спешать как приеду так и приеду Ильяс ну ты даешь Ильяс меня тоже смотрит так что Ильяс привет тебе огромный они эвакуатор назначили на 12 а я там получается буду в один из 15 ну пока цепи снимем там трещотки туда-сюда подготовим машины плюс через даунтаун пока проеду Сиатл через центр города Сиатл пока проеду там обычно пробка жесткая в такое время утрешняя пробка никто не отменял так что назад возвращаемся за праворукие японские машины даже не праворукие а даже которые у нас были в Америке с левым рулем это качество это машины я лично сам Сывик продал на нем было 256 тысяч миль он был 95 года купе зеленого цвета и я не знаю молодой мексиканец приехал забрал и такой довольный был что на нем мало пробег они говорят ходят до 300 тысяч с лишним я говорю понял катайся на здоровье так что кто со мной согласен тот согласен кто нет тот нет поэтому эти машины они с маленькими пробегами во-первых в Японии с Японии ну там не разрешают и ПЕ не разрешает им долго ездить на машинах такой закон или мотор меняй новый ставь или продавай машину не продавай а сдавай ее там куда-то ну и потом эти машины стоят ждут своего часа чтобы куда-то их переправить но Америка их забирает после 25 лет как-то так так что если какие-то еще вопросы есть задавайте Ильяс любит смотреть эти видосы мои про его машины GDM и на ваши вопросы отвечает так что ему огромный респект и огромное спасибо что отвечаешь на комменты народа ну реально если кто-то что-то не знает то пишите ну я думаю самые такие три вопроса я ответил да почему такие старые приходят кому не нужны есть ли спрос ну я думаю американцы тоже не тупые люди понимают что это тоже quality так слева давай-давай-давай-давай заходи come on over beat о flatbed пропустил а то там диетишник справа надо в левые линии перестраиваться сразу но он нам даже что-то спасибо не ответил по рации ему крикнул на 17 канале значит а все фривые по Америке которые бегут с юга на север на 17 канале все дороги которые идут с востока на запад или с нашего дикого запада на восток все на 19 канале это все нормальные дальнобойщики знают а если у тебя тракт на автоматике то какая-то может быть речь о рации да там рации никогда не было никогда не будет он просто тремя руками держит руль и смотрит вперед и раз в день наверное по зеркалам смотрит вспоминает что еще зеркала есть водителя что тут скажешь так ну ладно Илья сказал не торопиться то мы будем ехать 60 миль в час гнать мы не будем так как мы эти машины вытаскиваем с эвакуатором засниму покажу если кому-то интересно первый раз то будет видеть кому-то интересно будет если это вы лучше будете видеть четвертый раз то извиняюсь одно и то же я понимаю я бы тоже не смотрел что-то добро пожаловать сиатл всего пробочка вот с этого момента до пока мы центр города проедем ну я не знаю где-то минут 15-20 будем сидеть точно значит еще одну мысль такую сказал ильяс мне интересную в субботу говорит заснимешь приедешь а у меня классная спортивная машина есть митсубиши evolution по-моему сказал 5 что-то я таких даже старых не знаю я знаю девятку или я что-то не так понял ну посмотрим чё за evolution но он сказал спортивная машина ну я посмеялся сказала мог я ничего спортивных машин не считаясь она четвертая даже мою м5 до мощная там 500 с гаком лошадей но это семейная четырехдверная машина также wrx субарик вот он там первые года вышел помните двухдверный такой купе вышло вот тогда еще окей было потом раз четырехдверная все уже не то пальто это уже не спортивная машина вот даже civic вот civic идет в нем 127 лошадей но он спортивнее будет чем 300 лошадей evolution 4 дверный так как это купе а вот впереди нас бэха идет пятерочка это уже семейная машина как ты и там не крути как ты и не забабахивай спали раку на нее не ставь от этого ничего не изменится ну и все ли добрые 176 выход на 175 улицу выходим берем влево и потом на пасифик хай вы опять налево будем брать такие планы у нас какие у вас планы мужики здесь выходим с правой линии влево так как слева и в левую мы не зайдем мы просто не поместимся нам надо выворот или поворот пошире брать это получается всегда берешь поворот широкой линии на если налево то справа если направо то с левой вот и наш зелененький загорелся ух ты вот в этой я никогда не видел бездомный он сидит зонтиком бездомный хом хомилась хоми хомблаз берем влево и опять берем левую полосу занимаем вот еще один бездомный стоит слева с бумажкой в руках вот он уже собирается он уже свой стульчик берет и уходит а ну да время 11 часов у него сейчас обед перерыв справа у нас деревья на подстригают как всегда закрыли правую полосу справа до деревья режут и тут сразу же их стругают сразу их на опилки переводят зелененький он был это у нас чё слева педали крутит я думал это мотоцикл по правой полосе себе пробку держит педали крутит в гору вот это да красавчики забрались в горочку и берем вот эту вот вот полосу не самую левую а вот енту на ней стрелочки нарисованы что на 99 как раз будете уходить 99 это у нас пасифик хайвей ну или в этом месте она идет аврора авеню где так снимают directions directions может кто-то живет в вашингтоне и хотите себе праворукую машину приобрести то подъезжайте сюда до дилерскую и что-то вам ильяс выберет подберет очень много у него автобусов всяких разных семейных машин четырехдверных на любой вкус а киры интегра есть все меньше чем одна миля три четвертых получается мы будем уходить вправо а я газовал газовал сзади оторвался от потока тоже нам перед следующим светофором сворачивать направо ну а сейчас куча машин будет надо будет как-то это все дело пропускать чтобы под правый бок никто не за заехал к нам ну сзади меня трак идет то он поймет я думаю будет все нормально ильяс привет тебя я уже вот сейчас вам ворота буду заезжать это на выходе был с приве я тебе напечатал да 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 так и будет понятно все нет проблем давай я буду сейчас направо заезжать к вам ворота ну да машины буду останавливать как-то здесь такой поток идет все давай бай так мужчины и женщины мы к вам мы с вами то есть не к вам приехали нам теперь надо взять влево а потом надо взять вправо весь у нас столько машин он сзади идет чтобы никто мне правую не залез в сторону вот сейчас вроде бы все нормально arrived мне карта сказала о вот он наш самурай который мы привезли прошлый раз и вот он николай горит коля тебе сейчас ведь ворота откроет нормально а ильяс задерживается будут через 20 минут всего отличненько ну а мы пока сейчас дрона запустим полетаем облетаем все за снимем вот так вот она шпите не смотрится завет открыли уже свистит непонятно что значит вот она при жару а вот написано митсубиши ай о чиди ай и здесь так дизел рил с диди ай короче его лучшим только самую контейнеры привезли я даже не знал прям сидит на этом самом то у чаки на эвакуаторе вот у нас эвакуатор и вон у нас эволюшин эволюшин 5 5 5 значит интеркул имеется впереди и уже парнишка на ней едет пытается выехать на пиджаро у нас ухты табло электронная хотел посмотреть сколько километров на автоматике такой салончик уже тут шок пришел ничего сего заднюю скорость включает поломай ее мое поломай коробка так ну чё мы взлетаем красава красавчик полетели прям на вас немного раз только сенсора я даже не руковожу им и он полетел выше получается выше крыш понял не дурак дурак бы не понял а и а Он садится с ней рядом Он берет ее за плечи И причунливым узором засверкает его речь Слушай, там далеко-далеко есть земля Там Новый Год, ты не поверишь Там Новый Год два раза в год Там снег, там столько снега Что если б я там не был сам Я б не поверил, что бывает столько снега Что земля не видит небо И звездам не видать с вершин Как посрели огни вечерних и гудков машин Учится тихий огонек моей души Тихо-тихо-тихо там Нью-Йорк говорит с Москвой Москва, Москва, забери меня домой Долгою, упрямую строку Бежит дорога подо мной Еще чуть-чуть и распрощаемся с землей А ей клянется, что вернется Забру так с места не сойду Уврет, сойдет Посреди огней вечерних и гудков машин Учится тихий огонек моей души Посреди огней вечерних и гудков машин Учится тихий огонек моей души Какая глупость, право верить его словам А не поверить грех тому, который веселее и светлее их всех Она молчит и улыбается ему Тому, который возвращается Посреди огней вечерних и гудков машин Учится тихий огонек его души Посреди огней вечерних и гудков машин Учится тихий огонек моей души Посреди огней вечерних и гудков машин Учится тихий огонек моей души Тихий огонек моей души Ну что, полетали? Садимся 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 Значит, вот такой мы разгрузили уже Пока я снимал ярд, облетывал То они его сняли без меня Хочу все-таки убедиться GDI Если это... А сколько вот пробег Чего он разговаривает? 93 тысячи километров Чего она сказала, когда его включают? Карт 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 Окей Спасибо Такая машинишка А, и даже это самое пишет его имя Ильяс Это по-китайски, видимо То есть по-японски Извиняюсь, это же у нас японские машины Митсубиси Не самая, конечно, хорошая Наверное, самая такая Одна из самых дешевых машин Считается Митсубиси, Мазда В Японии Давайте скажем, что это не Toyota И это не Honda GDI Свечи есть? Нет? Если это свечи нету То это дизель Да, крышку не снимешь Крышка на болтиках Не то, что у меня на комаре Содрал ее и все Мужики, кто знает Что за мотор Напишите Потому что я Не знаю Не наблюдаю Может быть, это и свечи Под этой пластмасской Но я не знаю GDI Значит, дизель для меня Я такого понятия GDI Стэнсфорд дизел Арусину Спортплекс ГДИ Дизел Дизел Стоит Дизел Дизел Более Дизел Ты скажешь, что Ты сможешь читать В Японии? Нет Я надеюсь Я бы сказал что-нибудь Дизел Да не знаю Доброе вопрос 95 тысяч километров love the fog lights зеркала прикольные такую машинку с вами привезли сегодня как новая в салоне у нас мотоциклы небольшие suzuki harley davison только это honda японский harley davison руляка высокий все дела honda мотороллер aqua integra прошлый раз я снимал вроде как пробег 163 может быть 16 тысяч километров не знаю это четырехдверный вот этот айпар давненько уже конечно типа застоялась в хорошем состоянии в прекрасном вся замкнутая уже вот такие игрушки прошлый раз этот байк стоял здесь я не знал что это за название типа комментарии были дарьков ты чё не знаешь что это типа того такое-то название я не знаю я не знаю до сих пор не знаю или ямаха а вот ямаха да наконец-то я нашел что это ямаха ямаха cp2 виста тойота виста та же самая чистенькая аккуратненькая еще и 4 в.д. так что кому-то надо вы тут живете приезжайте покупайте автобусики маленькие это вообще машина шик не знаю что за машина субару вивио вивио здесь открывается стекло и крыша вся открывается очень классная комплектация не титап а титарготап чем отличается тарготап и титап титап это на фонтиактранземе здесь а полоса стоит и два две крыши получается разных это называется титап а это тарготап как на патриотасу пройдет полностью крыша снимается а вот это наверно уже титап или это та же самая машина сузуки типа здесь вот какая-то непонятная или это одна и та же крыша она наверное цельная крыша снимается руль мама такой стоял на эссерик совани точно такой же ровный снизу прикольная тачка как-то так которая она 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 вот я Ты же сказал мне, я просто дай ловлю от тебя. Типичные русские лонг-халлеры, чувак. Продолжение следует... 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 вам всем огромное спасибо всем пока